Уважаемые коллеги, добрый день. Во-первых, я выражаю огромную благодарность организаторам конференции за то, что мы можем здесь представить наши последние данные. Прежде чем начать представление наших результатов... Так, а куда? Жать, объясните, что за проблемы тут? Ага. Значит, прежде чем говорить о распространении рекомбинатных вирусов, мне бы все-таки хотелось немного остановиться на рекомбинации ВИЧ для того, чтобы было более понятно, насколько это мощный механизм и что он позволяет решать многие проблемы вирусной инфекции. И значительно эволюционировать вирусу. Известно, что вирусная частица содержит две молекулы РНК и синтез ДНК копий, то есть обратная транскрипция вируса, начинается уже в нуклеокапсиде. В процессе обратной транскрипции ревертаза может делать скачки с одной матрицы, то есть с одной молекулы РНК на другую. При этом такие переходы могут быть без сдвига по нуклеотидной последовательности, а может этот скачок осуществляться и со смещением. В результате могут образовываться молекулы ДНК копий, которые имеют дилеции, либо дополнительные вставки. Ну и, соответственно, имея в арсенале такой механизм, вирус может делать химерные копии, когда в одном вирионе упакованы разные РНК, которые принадлежат разным генетическим вариантам, либо одна копия РНК содержит какой-то дефект, в таком случае рекомбинация может устранить такой дефект, сделав химеру, где дефектная часть заменится на нормальную, либо в результате такой рекомбинации могут объединиться вирусы, обладающие, например, мутациями резистентности к одному и другому антиретровирусному препарату. Но для того, чтобы произошла такая рекомбинация, очень важно, чтобы другой вирус попал в клетку. А известно, что ВИЧ имеет механизм, который препятствует повторному инфицированию. Во-первых, может быть, этот механизм действительно нужен, но на первых стадиях, когда вирус попал в клетку, ему нужно полностью использовать ее потенциал, и, возможно, на первых стадиях ВИЧ-инфекции убираются рецепторы CD4 с поверхности, и другие вирусы в клетку не проникают. Но ведь вирус может и больше продуцировать белок НЭФ, который это делает, а может и меньше. Поэтому, возможно, что в процессе развития инфекции на уровне организма или на уровне клетки этот механизм меньше используется. Во-вторых, у вируса существуют альтернативные возможности для того, чтобы в одной клетке оказались разные, вернее, молекулы РНК разных генетических вариантов. Известно, что вирусы, обладающие CCR5-й тропностью, практически для них не характерны образования синцитиев, и такие вирусы наблюдаются на первых этапах развития инфекционного процесса. Тем не менее, и даже в таком случае, вот наша фотография, можно увидеть размножение вируса на клетках с Р5-й тропностью вирусов, и мы видим слившиеся клетки. И такие клетки можно наблюдать в том случае, когда уже инфекция продвинутая, вирус поменял Р5-ю тропность на Р4-ю, и, соответственно, клетки без проблем сливаются, и могут образовываться вирионы, которые содержат разные молекулы, вернее, молекулы разных генетических вариантов вируса. Пусть они будут не обязательно разные генетические варианты, но молекулы РНК, которые содержат отличающуюся генетическую информацию. Таким образом, вирус, имея в арсенале такой механизм... Я сейчас была сказать, что буквально в прошлом году вышла работа, которая показывает, что, в принципе, этот механизм рекомбинации необходим для нормального функционирования вируса. То есть это не просто механизм какого-то спасения, а это механизм, который обеспечивает производство полноценных функционально-репликационно-компетентных вирусов. То есть мы еще знаем далеко не все. Ну и совершенно очевидно, что, обладая таким механизмом, при возможности осуществления рекомбинации между субтипами вируса, вирус и может уходить от иммунного ответа, увеличивается значительное генетическое разнообразие вируса, осложняется диагностика вируса. Также такие рекомбинационные события могут привести к изменению фитнеса вируса как в минус, так и в плюс. И самое главное, что вот возможность использования комбинации механизмов, с одной стороны, усиленные мутационные процессы, которые могут привести вирус в тупик, потому что мутации уже накапливается так много, что вирус становится дефектным, неполноценным. Вот механизм рекомбинации может тут же обновить этот вирус и получает совершенно что-то новое. Механизм рекомбинации для ВИЧ был открыт в 1995 году, и уже с начала 2000-х начали появляться в научной литературе сообщения, в которых описывались сначала циркулирующие рекомбинатные формы, а затем различные уникальные рекомбинатные формы. Естественно, в настоящее время существенно увеличилась сложность геномов. Во-первых, у нас больше возможностей для секвенирования, но это даже во-вторых. Во-первых, действительно, вирусы рекомбинируют, их огромное количество, вернее, разнообразие этих вирусов. Сейчас описано уже 99 циркулирующих рекомбинатных форм. И более того, мы наблюдаем буквально в онлайн-режиме, как появляющиеся рекомбинатные формы замещают или вытесняют чистые прародительские вирусы. Например, это четко прослеживается на территории Юго-Восточной Азии. Что касается нашей страны, сейчас я об этом скажу. Вы знаете наверняка, что у нас ВИЧ-инфекция была сначала связана с субтипом А, также был завезен субтип Б в популяции наркоманов, и возникло, также, значит, в нашу страну попал и рекомбинантный вирус 0,3-АБ, но этот вирус не получил большого распространения. Затем, когда изменились потоки наркотиков, в нашу страну был завезен и завозится до сих пор среднеазиатский вариант циркулирующей рекомбинатной формы 0,2-АГ, этот вирус рекомбинировал с российским субтипом А, в результате чего появилась циркулирующая рекомбинатная форма 0,6-0,2-А1, и вот именно этот вирус, который появился в начале 2000-х, сейчас полностью меняет ситуацию, как минимум в сибирском регионе, но и не только. Я уже в прошлом году рассказывала подробно, как все произошло, сейчас постараюсь сделать это очень кратко. Новосибирская область – это первая территория, где мы выявили этот вирус. Здесь в 2008 году началось кратный рост заболеваемостей, и если раньше, как и на всех территориях нашей страны, в Новосибирской области преобладал субтипа, с 2009-2010 года и до настоящего времени, фактически мы видим вот такую картину. То есть постепенно, в 2006 году мы начали выявлять первые случаи, а в 2010 году, то есть буквально там за 4-5 лет, параллельно с активизацией темпов распространения ВИЧ-инфекции произошла смена доминирующего генетического варианта вируса. Такую же ситуацию мы наблюдали в Алтайском крае, в Томской области и в Кемеровской области. При этом ни в Новосибирской области, ни на Алтайском крае мы не наблюдали такого количества повторных рекомбинантных вирусов. Голубой сектор – это уникальные рекомбинантные формы, это вирусы, которые получаются в основном при повторном инфицировании людей вирусом субтипа А и 63-й рекомбинантной формы. Для Томска объясняется достаточно легко, почему здесь был такой большой процент выявления рекомбинантов, потому что там был буквально взрывной процесс распространения ВИЧ-инфекции с кратностью увеличения заболеваемости от 6 до 14%, и, соответственно, было повторное инфицирование. Что касается Кемерова, здесь тоже все достаточно просто объясняется. Рекомбинантный вирус был занесен при высокой пораженности населения ВИЧ-субтипа, и, соответственно, наблюдалось повторное инфицирование, и каждый пятый исследованный нами образец являлся рекомбинантным вирусом. И дальше вот наши новые данные, которые мы получили, вернее, завершили практически общий анализ в прошлом году. Это анализ вирусов, выделенных от впервые диагностированных жителей Красноярского края. Да, нужно сказать, что все вот эти данные, о которых я говорила, это работа с пациентами впервые диагностированными. То есть мы стараемся в работу вовлекать только людей, у которых либо подтвержденная недавняя ВИЧ-инфекция, либо хотя бы, по оценкам эпидемиологов, мы можем определить предполагаемый период инфицирования. Для того, чтобы знать актуальные штаммы в настоящий момент, и чтобы можно было предположить, что будет в ближайшее будущее. Так вот, в Красноярске ситуация отличается от того, вернее, мы надеялись, что увидим совсем другую картину, и она, реальная ситуация отличается. Значит, здесь практически 60% остается циркуляции ВИЧ-субтипа. Рекомбинантные вирусы были выделены суммарно где-то в 28%. И вот это вот удивляет больше всего. Объяснение того, что выявляется так много рекомбинантных вирусов, придумать достаточно сложно. А если посмотреть, разложить все наши данные, выявленные вирусу по годам, то вообще мы получаем картину совершенно необъяснимую. Люди, для которых период инфицирования установлен с 2015 до 2017 года, в 42% случаев инфицированы рекомбинантными вирусами. При этом мы имеем эпиданные пациентов, которые вовлечены в исследование, и, в общем, характеристики этих пациентов вполне отражают характеристики людей, вовлеченных в реальный эпид-процесс. То есть есть люди, зараженные гетеросексуальным путем, и наркоманы. Значит, мы видим здесь, что 63 рекомбинантная форма распространяется на очень низком уровне по сравнению с другими соседними территориями. И при эпиданализе мы выяснили, что распространение этого вируса среди потребителей наркотиков здесь мы выявили только с 2015 года. И всего было несколько случаев инфицирования этим вирусом в 2010 году. То есть он совсем недавно проник на эту территорию. При этом интересно, что большая часть, естественно, уникальных рекомбинантных форм была представлена вирусами, которые получились в результате рекомбинации 63-го вируса и субтипа. И мы не нашли ни одной пары близких вирусов. То есть все эти вирусы произошли в результате отдельных рекомбинационных событий. При этом рекомбинантный вирус АБ, который мы нашли, там было 7 человек. Значит, эти вирусы отличались от описанной ранее рекомбинантной формы 0,3 АБ. И 6 из 7 вирусов имели идентичную структуру генома. Для этих вирусов расшифровано где-то 3000 нуклеотидов длина фрагмента, а не полный геном. То есть вот представленность рекомбинантных вирусов вы можете видеть на этом обобщенном слайде. Их генетический анализ показывает, что рекомбинантные вирусы АБ действительно объединяются в один отдельный общий кластер, что может давать возможность подозревать распространение здесь новой циркулирующей рекомбинатной формы. Еще одна территория, на которой мы проводили аналогичные исследования, это Омская область. В Омской области не наблюдалось такой активной вспышки, как в Томске. И в принципе, Омская область достаточно долго была территорией благоприятной в отношении распространения инфекции. И то, что мы увидели здесь, также, конечно, достаточно удивительно. Да, в Омской области мы видим, что также произошло замещение доминирующего варианта. Здесь больше всего выявляется 63-я рекомбинантная форма. Однако, уникальные вирусы также выявлялись у каждого пятого недавно инфицированного жителя Омской области. Анализ выявления отдельных геновариантов вируса среди разных категорий показал, что 63-я рекомбинантная форма передается даже больше половым путем. Завазные случаи среднеазиатского вируса в основном выявляются среди женщин, инфицированных половым путем. Уникальные рекомбинантные формы выявляются в равных частях среди той и другой группы рискованного поведения. А субтип А в основном циркулирует среди женщин, инфицированных половым путем. Но если посмотреть на филогенетическое дерево, то становится более понятно, почему в Омской области выявляется так много уникальных рекомбинантных вирусов. И нужно задать себе вопрос, а уникальны ли эти вирусы? Посмотрите, мы видим, что здесь уже эти УРФы формируют две отдельные веточки. Одна из них представлена вирусом, который в основном, геном которого, но не геном, а здесь тоже 3,5 тысячи расшифровано пока еще, в основном идентичен рекомбинантному вирусу 63-му и имеют небольшую вставку вируса субтип А, и другая ветка, но здесь обратная картина. Ну, да, кажется, вот небольшая вставка, может быть, ничего такого, но другой вирус. Может быть так, а может быть и не так. Вот здесь вы видите изображение, сравнительный анализ генома вируса циркулирующей рекомбинатной формы 63 и его прародительского вируса среднеазиатского 0,2 АГ. Мы видим, что основная часть генома 63-й формы вируса идентична практически среднеазиатскому вирусу и наблюдаются совсем небольшие вставки ВИЧ-субтипа А. При этом вот дерево полных геномов и видите совершенно четкую кластеризацию, да, это другой вирус. И нам было всегда очень интересно понять все-таки, случайные события или не случайные приводят к тому, что этот вирус так быстро распространяется. Мы, наконец-то, завершили одно исследование для 63-й рекомбинантной формы, для интеграза был получен консенсус. Из нашей выборки пациентов мы нашли таких образцы, вернее, таких людей, у которых вирус в этой области был максимально идентичен консенсусной последовательности, проклонировали его и получили продуцент белка интеграза. Так вот, сравнение интегразы 63-й рекомбинантной формы и интегразы вируса субтипа показало, что эти интегразы достаточно сильно отличаются по своим свойствам. Показано, что интегразы 63-го вируса быстрее и эффективнее, чем интеграза катализирует реакции триждерих-процессинга и переноса цепи. При этом 63-й рекомбинантный вирус имеет всего 4 характерных специфических аминокислотных замены. Ну и еще то, что я показывала в прошлом году, это выявление больных в острой начальной стадии ВИЧ-инфекции, которые проводятся нами, вернее, не нами, которые проводятся врачами первой инфекционной больницы, куда попадают люди со всякими диагнозами, в тяжелом состоянии, в лихорадке, и среди этих людей они пытаются найти тех, у кого есть ВИЧ-инфекция. В настоящее время уже наша выборка дошла до 300 человек. К сожалению, до сих пор преобладают люди, которые инфицированы 63-й рекомбинантной формой вируса. И для пациентов собирается подробная клиническая картина проявления острой стадии болезни. Мы видим, что для людей, инфицированных рекомбинантным вирусом, наблюдается более быстрое падение клеток CD4. Для этих людей, как правило, характерно более высокие показатели вирусной нагрузки по сравнению с лицами инфицированными другими вариантами вируса, в частности, субтипа, там в основном идет сравнение. Также для лиц, инфицированных этим вирусом, как правило, более длительно протекает лихорадка, и эта лихорадка более выражена. Ну и странно, что практически в 50% случаев не присутствует экзонтема, характерная для начальной стадии ВИЧ-инфекции. И вот это, наверное, самый устрашающий слайд. Среди пациентов, которые поступают в нашу первую инфекционную больницу с диагнозом реальным острая ВИЧ-инфекция, на самом деле, где-то 30% не имеют никаких клинических проявлений, которые бы указывали на то, что они имеют ВИЧ-инфекцию. Работа с другими медучреждениями Новосибирска показала, что такие случаи, когда в больницу попадает пациент с положительным или сомнительным ИФА и с отрицательным иммуноблотом, также вот в эту выборку пациентов попадают люди с острой стадии ВИЧ-инфекции. Для пациентов, у которых сомнительные анализы, дополнительно проводили анализ на П24 и на вирусную нагрузку. И вы видите, здесь пациенты по коду инфицирования, например, среди лиц, которые попали в больницу с заболеваниями, передающимся половым путем из 33 обследованных, в 18 выявился ВИЧ в острой стадии заболевания. Ну, это промежуточные выводы, которые говорят о том, что в Новосибирской области как минимум, ну, это выводы вот по последнему сообщению, преобладают случаи очень острой ВИЧ-инфекции, вызванной распространением вируса рекомбинантной формы 6302.1. Клинические проявления острой ВИЧ-инфекции зачастую бывают нетипичны, поэтому выявление таких случаев возможно только при тотальном обследовании населения на ВИЧ-инфекцию, ну, по крайней мере, тех людей, которые попадают в острых состояниях в поликлинике. Ну, нужно сказать, что для таких людей терапия, как правило, оказывается очень эффективна, и своевременное назначение терапии, в общем-то, решает очень много проблем. Ну, и, соответственно, вот то, что я вам сказала, это наши последние данные о исследовании особенностей этого вируса, недавно возникшего, 63-го рекомбинантного, и можно сказать, что, в принципе, выявление этого вируса, мы его наблюдаем, да, и мы видим, что он, его появление полностью согласуется с эволюционной концепцией выживания для наиболее приспособленных. Получается, что этот вирус уже себя пробировал много, достаточно времени, и тенденция к расширению ареала своего обитания, к распространению она продолжается, и более того, мы видим, что этот вирус использует, наверное, по полной программе свой весь потенциал, но, нужно сказать, может быть, даже не этот вирус, а рекомбинантный вирус 0,2-АГ, для которого, в принципе, характерна повышенная склонность к образованию рекомбинантных вирусов. Возможно, это отголоски еще прародительских вирусов. Но то, что у нас в стране, по крайней мере, в сибирской, в сибирском регионе нашей страны уже рекомбинантные вирусы играют очень существенную роль в развитии эпидемии, это факт, который оспорить невозможно. А еще мы провели небольшие исследования, только начиная с образцами, которые были собраны от жителей Краснодарского края. Мы видим, что здесь, в принципе, картина достаточно стабильная с одной стороны, как доминировал субтип, а так он остается доминировать. Но мы видим завозные варианты, вернее, не завозные, это уже местные варианты из Сибири, завозные варианты из Средней Азии и, соответственно, образования уникальных рекомбинантных форм. Конечно, невозможно прогнозировать, что будет дальше. Мы видим тот же Красноярск или Омск. Ситуация совершенно разная. Но, тем не менее, увеличивается гидрогенность вируса и за счет образования уникальных рекомбинантных форм, и за счет завозных случаев, как, например, в Краснодарском крае выявляется нехарактерный ВИЧ субкипаж и субкипаж точно так же мы такую ситуацию наблюдаем и среди жителей Хабаровского края. Но нужно сказать, что это не наша выборка, это неправильная. Эти образцы были переданы нам от жителей, которые уже находятся на терапии. Это недавняя ВИЧ-инфекция. Это люди, которые инфицированы около пяти лет назад. Здесь, значит, также доминирует ВИЧ-субтипа, но мы видим уже завозные случаи другие. Завозные случаи из Юго-Восточной Азии и, соответственно, рекомбинантные вирусы на основе этого азиатского вируса. И, опять же, субкип вируса. Мне странно было слышать, что этот вирус выявлялся в популяции наркоманов, потому что мы этот вирус связываем с мужчинами, имеющими секс с мужчиной. Потому что в Средней Азии этот вирус выявляется сейчас именно в такой группе лиц. Так, ну, в общем, спасибо за внимание. Нам бы ваши проблемы. мне очень хотелось сказать после вашего доклада, Владимир Федорович. То есть в России вы видите, что происходит. Циркулируют параллельно разные генетические варианты вирусов. Эти вирусы рекомбинируют и популяция наших вирусов стремительно меняется. Гетерогенность ее растет. Поэтому и наши проблемы тоже, конечно, меньше. не станут. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Матвеевна. Говорю, сожалению, меньше, чем даже Краснодарский, Красноярский край ваш. Поэтому и Педнадзор там получше ведется. Поэтому у нас ситуация такая. Педнадзор у вас не такой. И вирус быстрее распространяется. Вопросы будут, пожалуйста, Наталья Матвеевна? На самом деле ситуация действительно уникальная, когда рекомендатные формы становятся доминирующими на определенной территории. Причем, скорее всего, что передаются активно они половым путем с наркотиками. Все-таки, видимо, да, может, Кемеровская область, я не знаю, там, Виркутской области ситуация какова, но это те области, где наркопотребители, собственно говоря, доминируют. В Красноярске это не так, не подтверждается. Ну, я про Кемеровскую область говорю, не Красноярске, а Кемеровская и Виркутская области. То есть это наркопотребители, основной путь, он как был, так и остается пока, к сожалению, передача с наркотиками паранатеральной. Вопросов не будет, нет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok